Дружеский разговор о душевном мире. Лица. Афанасий, Яков, Лонгин, Ермолай, Григорий. Григорий. Слава Богу, собралась наша беседа. Что слышно? Нет ли вестей? Яков. Вчера сделался пожар. Довелось быть в гостях и напасть на шайку ученых. Лонгин. Был ли пожар? Яков. При бутылках и стаканах ужасно загорелся диспут. Иной величал механику, иной превозносил химию, иной ублажал геометрию, иной пришивал человеческое счастье врачебной науке. Иной похвальными песнями венчал историю, иной возвышал грамматику с языками, иной политику с обращением. Потом был спор. Какая пища здоровее, какое вино полезнее. Наконец, самый пламень загудел о причине, погубившей республику Афинскую. Плодородную мать ученых людей. Много врали и о богине Минерве, которой посвящен был город Афинский. Однако я не мог ничего понять, и не знаю, почему никакого вкуса не чувствовал. А в любезной моей книжечке, которую я всегда с собой ношу, недавно начитал, что счастье ни от наук, ни от чинов, ни от богатства, но единственно зависит оттуда, что походно отдаться на волю Божию. Сие одно может успокоить душу. Григорий. Как называются те ученые? Яков. Первый навал, второй сомнас, третий пификов. Люди славно ученые, о прочих не знаю. Григорий. Как же ты не мог ничего понять? Яков. Сему я и сам дивлюсь. Одно только то знаю, что слушать их вовсе меня не позывало. Григорий. Разве они о Минерве говорили без Минервы? Так побеседуем же сами о драгоценнейшем нашем мире бесспорной дружелюбно. Раскусим несколько слова сие отдаться воле Божию. А премилосердная Мать наша, блаженная натура, нас, любителей своих, не оставит, руководствуя нашу всю беседу. Вспомните сказанное мною слово сие. Чем кто согласнее с Богом, тем мирнее и счастливее. Сие-то значит жить по натуре. Кто же не говорит сего? Жить по натуре. Но сия ошибка, путь есть всей пагубы. Если кто смешал рабскую и господственную натуру в одно тождество, вместо прозорливой или божественной избирает себе путедеводительницу, скотскую и слепую натуру. Сие есть родное нечестие, неведение о Боге, непознание пути мирного, шествие путем несчастья, ведущим в царство тьмы, в жилище духов беспокойных. Само сие слово несчастье. Оттуда родилось, что прилещенный человек, пошедший за руководством слепой натуры, ухватился за хвост, минув голову и лету высочайшую часть. Часть моя Ты, Господи! Сколько ж мы должны матери нашей Библии! Она непрестанно кладет нам в уши иное высочайшее некое естество, называя оное началом, оком, отцом, сильным, Господом, Царем, Ангелом, Совета Духом Владычным, Страхом Путеведущим, Вторым Человеком, Светом, Радостью, Веселием, Миром и прочее. На скольких местах випиетном, внемли себе, внимай себе крепче, войдите в храмину вашу, возвратись в дом твой. Дух Божий живет в вас, второй человек, Господь с небес, и света есть благовестить мир, возвещать счастья путь, отворять ворота к благоденствию, открывать предводительствующее во всем и не дремлющее око, дабы всеусерднейше, всяк тайному мановению блаженного внутри себя духа повинуясь, мог получать наставление, просвещение, кураж и совершение в каждом своем деле, а без его дозволения с самого мелочного не начинать действие и с самого маленького шага не ступать. Счастлив, живущий по воле благого духа, Господь будет на всех путях твоих. Бедная душа, своими похотями водимая, путь нечестивых погиб, самое переднее крыльцо и преддверие, водящее в пагубу, и самая начальная замашка, будто букварь, обучающая нас быть супостатами Богу, есть сия. А. Входить в несродную стать. Б. Нести должность природе противную. В. Обучаться, к чему не рожден. Г. Тружить с теми, кому не рожден. Си дорожки есть родное несчастье путь. А. Афанасий А. А если кто к воровству рожден? Г. Убирайся прочь. Моя речь единственна только касается человеколюбных душ, честных званий и благословенных промысла родов, которых Божий и человеческий закон вон из сожительства не изгонит, а составляет они плодоносной церкви, яснее сказать, общество-сад, так как часовую машину свои части, она в то время порядочное продолжает течение, когда каждый член не только добр, но и сродную себе разлившиеся по всему составу должности часть отправляет. И сие это есть быть счастливым, познать себя или свою природу, взяться за свою долю и пребывать с частью себе сродную от всеобщей должности. Сие должности у части есть благодеяние и услуга. И не дивно, что у древних римлян как должность, так и благодеяние обозначалось всем словом афисиум. Самая добрая душа тем беспокойнее и несчастливее живет, чем важнейшую должность несет, если к ней не рождена. Да и как ей не быть несчастной, если потеряла сокровище сие, всего мира дрожайшее, веселье, сердце, жизнь человеку, и радоневание мужа, есть то долгоденствие в сирах. Как же не потерять, если вместо услуг обижает друзей и родственников, ближних и дальних, однородных и чужестранных? Как не обижать, если вред приносит обществу? Как не повредить, если худо нести должность? Как не худо, если нет упорной старательности и неутомимого труда? Откуда же уродится труд, если нет охоты и усердия? Где ж возьмешь охоту без природы? Природа есть первоначальная всему причина и самодвижущаяся пружина. Она есть мать охоты. Охота есть разожжение, склонность и движение. Охота сильнее неволи, по пословице. Она стремится к труду и радуется им, как сыном своим. Труд есть живой и неусыпный всей машины ход потоль, поколь породит совершенное дело, сплетающее творцу своему венец радости. Кратко сказать, природа запаляет к делу и укрепляет в труде, делая труд сладким. А что же есть сия природа, если не тот блаженный в человеке дух, о котором Бог Моисею? Сия посылай ангела моего пред лицом твоим. Внимай себе и послушай его. Не усомниться, ибо имя мое на нем есть. Великое есть сие дело, имя мое на нем есть, Божие имя и естество есть его тоже. Того ради велит вникнуть внутрь себя и внимать всему наставнику, ясно все нужное показывающему. Сколько можно догадываться, сей есть тот, кто говорит, без меня не можете творить ничего. И сие-то есть с Богом счастливо вступить в звание, когда человек не по своим прихотям и не по чужим советам, но вникнув в самого себя и вняв живущему внутри и зовущему его святому духу, последуя тайному его мановению, принимается и придержится той должности, для которой он в мире родился, с самым вышним, к тому предопределен. Не везде ли пресносущного Божьего естества исполнение? Есть он во всяком человеке, есть и в тебе, и с тобою. Что же он делает? Послушай Соломона. Нетленный дух твой во всех есть, тем же заблуждающих обличаешь, и в них же согрешили, вспоминая, учишь, да переменившись, от злобы верует в тебя Господи. Видишь, что живущее в тебе блаженное естество управляет, будто скотом, твоею природою. Сия слепая натура, есть ты ж сам, с прихотями своими, и сие это значит, в Царстве Божие внутри вас есть. Оно не ошибается и лучшим путем поведет тебя. Разумей, к тому, к чему ты рожден, да будешь для себя и для братьев твоих полезным, нежели чужие советы и собственные твои стремления, о которых написано, враги человеку домашней его. А теперь осмотрись. Зачем торопишься? Куда забежит твоя необузданность? Зачем хватаешься за должность, не ведая, будешь ли в ней счастливым? Как можно тебе отправить ее удачно, не к ней рожденному? Кто может подписаться, что хорошая сия пища будет в пользу твоего желудка? Не лучше ли сам о семь можешь осведомиться? Справься ж сам с собою. Узнай себя. Внемли себе и послушай Господа своего. Есть в тебе царь твой, отец и наставник. Внимай себе, сыщи его и послушай его. Он один знает, что тебе сродное, то есть полезное. Сам он и поведет к всему, зажжет охоту, закуражит к труду, увенчает концом и благословением главу твою. Пожалуйста, друг мой, не начинай ничего без всего царя в жизни твоей. Чудо, что доселе не могут тебя втрунуть сии слова. Ищите прежде царствие Божьего. Ищи и день, и ночь, вопи, да придет царствие твое. А без всего наплюй на все дела твои, сколько нехороши они и славны. Все то для тебя худая пища, что несродная, хотя бы она и царская. Ах, где ты мне сыщешь человека, чтоб, избирая стать, сказал, да будет воля твоя. Сей-то небесный Отец, приводя нас по святой своей воле к тому, к чему нас родил, сам и советами утверждает сердце наше, ежедневно оное, как пищу в душу нашу посылая. И тогда-то дело нашей должности имеет свое существо и силу. Если ж постигло уже тебя царствие Божие, взгляни на оно и ужаснись. Проси о оставлении долгов твоих за то, что, похитив высочайшую власть, доселе правил житием твоим по советам слепой твоей натуры, не по руководству царственного естества. Сие есть родное искушение, разумей мучение твое, рождаемое от лукового духа, в скотской твоей натуре царствующего. Не думай никто, будто от нашей воли зависит избрать стать или должность. Владеет Вышний царством человеческим и блажен всему истинному царю последующий. Сие-то есть быть в царстве Божьем и в счастливой стране твердого мира. Теперь пришли мне на ум тоскою, скукою, горестью среди изобилий мучащейся. Сие просят у Бога богатства, а не удовольствия, великолепного стола, но не вкуса, мягкой постели, да не просят сладкого сна, нежной одежды, несердечного куража, чина, а не сладчайшей оной кесаря, тита забавы. О, друзья мои, потерял я день. Ах, друг мой, не проси дождя по пословице, проси урожаю, бывает, что и дождь вредит плодоносию. Ермолай, а я вспомнил тех совопросников века сего, богословская наука, к чему она? Я день не священник и не монах, будто не всем нужное душевное спасение и будто спасение и спокойствие сердечное не тоже есть. Яков, а я не могу довольна наудивляться ужасному множеству грешащих против всего тайнописанного божественного закона. Не сыщешь столь подлой души нигде, которая не рада быть хоть сегодня взойти на самое высокое звание, немало не рассуждая о сродности своей. Сие царствие божьего невежество все сердца помрачило. Без сомнения они уверены, будто счастье наше конному какому-то званию или статье привязано, хотя сто раз слышали о царстве божием, которое, если кто сыскал и повиновался, принявшись за природное звание, тому легко все прочее нужно присовокупляется. А без сего и звание есть незвание. И как быть может званием, если я к оному не зван вышним царством? Как же зван, если не к тому рожден? Божие царство везде присутствует и счастье во всякой стати живет. Если входишь вонное за руководством своего Создателя на то самое у тебя в мир сей превосшедшего и во сто раз блажение пастух, овец или свиней с природой по суще, нежели священник, брань противобога имеющей. Почему нам столь подлым кажется хлебопашество? Что все оного избегаем? Счастлив, кто родился к медицине, к пиктуре, к архитектуре, к книгам. Я их благословенную как природную школу, разумея праздность упражнения, благословляю и поздравляю, радуюсь, если и сам в одной из всех наук, только бы сие было с Богом упражняясь. Но чем несчастнее земледел, если с природой землю пашет? Признаюсь, друзья мои, перед Богом и перед вами, что в самую сию минуту, в которой с вами беседую, брошу нынешнюю мою стать, хотя с ней состарился, и стану последнейшим горшечником, как только почувствую, что доселе находился в ней без природы, имея сродность к кончарному делу. Поверьте, что с Богом будет мне в сто раз и веселее, и удачнее лепить одни глиняные сковороды, нежели писать без натуры. Но доселе чувствую, что удерживает меня всем состояние нетленная рука вечного, лобызаю оную и ей последую. Презираю всех посторонних советников без совета, и если бы я их слушал, давно бы сделался врагом Господу с моему, а ныне раб его есть. Лонгин Я, напротив того, с удовольствием удивляюсь, сколь сладок труждающемуся труд, если он природный. С каким весельем гонит зайца борзая собака. Какой восторг, как только дан сигнал к ловле. Сколько услаждается трудом пчела в собирании меда. За мед ее умерщвляет, но она трудится, не перестает, пока жива. Сладок ей, как мед, и слаще сотов труд. К нему она родилась. О, Боже мой, сколь сладкий самый горький труд с тобою. Григорий. Некоторый молодчик был моим учеником. Детина подлинно рожден к человеколюбию и дружбе. Рожден все честное слышать и делать, но не рожден быть студентом. С удивлением сожалел я о его остолбенелости. Но как только он отрешился к механике, так вдруг всех удивил своим понятием без всякого руководителя. Мертвая совсем душа человеческая, не отрешенная к природному своему уделу, подобно мутной и смердящей воде в тесноте заключенной, внушал я сей непрестанно молодцам, дабы испытывали свою природу. Жалко, что за благовремение отцы не впечатляет всего в сердце сыновьям своим. Отсюда-то бывает, что в воинскую роту ведет тот, кто должен был сидеть в оркестре. Афанасий, как же не наживать можно шляхетство и соблюсти грунт? Григорий, хватаешься за хвост, не за голову. Сказываю, если хочешь, чтоб сын твой куражно и удачно отправлял должность, ты долженствуешь ему способствовать выборе сродного качеством его звания. Сто сродностей, сто званий, а все почтенные, как законные. Разве не знаешь, что грунт от честно носимой должности? Не она от грунта зависит. И не видишь, что низкое звание часто приобретает грунт, а высшее теряет. Не смотри, что выше и ниже, что виднее и незнатнее, богаче и беднее, но смотри то, что тебе сродное, раз уже сказано, что без сродности все ничто. Если кто, владеющий грунтом, живет счастливо, не потому счастлив, что владеет им. Счастье грунту не привязано, но что владеет по сродности, то разуметь должно о всех внешностей и родах. Все, что внешность, что находится вне человека. Грунт, семья, чины и прочее, чего хочешь, ищи, но не потеряй мира. Шляхитный список вне тебя находится, а ты вне его быть можешь счастливым. Он без мира ничто, а мир без него ничтось. Без чего нельзя быть счастливым и в самом Эдемском рае. Разве чаешь сыскать рай вне Бога, а Бога вне души своей? Счастье твое и мир твой, и рай твой, и Бог твой внутри тебя есть. Оно о тебе, в тебе же находясь, помышляет, наставляя к тому, что прежде всех для самого тебя есть полезное, разумей, честное и благоприличное, а ты смотри, чтоб Бог твой был всегда с тобою, будет же с тобою, если ты с ним будешь. А, конечно, будешь с ним, если, примирившись, задружишь с пресладким сим и блаженным духом. Дружба и отдаленного сопрягает, вражда и близко сущего удаляет. С природой жить и с Богом быть есть тоже, жизнь и дело есть тоже. Слыхал я мальчикам, что на европейские берега выбросило буря дикого человека, оленью кожей обшитого. С такой же лодочкой окружился чудо-народ, удивляется, соболезнует, приятствует, предлагает немому гостю разные роды изрядной пищи, но он ничего не касается, сидит будто мертв. А наконец, как только усмотрел предложенные плоды, тотчас задрожал к ним и воскрес. Сей есть родной образ, верный Господу своему души в выборе звания. Лонгин Живо мне представляется два человека, одно и то же дело делающее, но от сей души родится приятное, а от той неприятное дело. Сей самую ничтожную услугу веселит, а тот дорогим подарком огорчает. От сей персоны досада, насмешка и самое пуганье некоторое в себе утаивает приятность, а от другой самая ласковость тайную дышит противностью. Сюго хула вкуснее того хвалы. Чудо Шило как прыщу говорят бреет, а бритва не бреет. Что за чудо? Сие чудо есть Божие. Он один тайная пружина всему сему. Все действительным, все приятным, все благоприличным делает одно только повиновение сокровенно его в человеке силе. Опротивление святому сему все действующему духу все уничтожает. По сей то причине искусный врач неудачно лечит. Знающий учитель без успеха учит. Ученый проповедник без вкуса говорит. С приписью под ящей без правды правду пишет. Прервавший Библию студент без соли вкушает. Истощивший в пиктуре век без натуры подражает натуре. Во всех сих всегда недостает нечтость. Но сие нечтость есть всему глава и конечная красота десницы Божией. Всякое дело совершающее. Кратко притча сказать совсем телега кроме колес. И не бестолку сделали лаконцы. Они полезнейший для общества вымысел из уст плутовских происшедшей отбросили. А приняли из уст добросердного гражданина, который по прошению сейма то же самое своим языком высказал.